Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Бугалева Дарья Александровна. Я педагог дополнительного образования школы номер 1420, программа дополнительного образования «Основы права». И тема нашей сегодняшней лекции – реализация права. Реализация права – это процесс претворения правовых норм в реальность поведения субъектов права. Более усложненное определение сводится к следующему. Реализация права – это процесс воплощения правовых норм в правомерное поведение субъектов, в достижении запланированного социально полезного результата, который зависит от ряда экономических, политических, социально-культурных, профессиональных и иных факторов. Если же мы хотим максимально упростить определение, то мы можем его сформулировать как реализация права – это процесс воплощения права в жизнь. То есть реализация – это когда мы претворяем право в жизнь, начинаем как-либо делать реальными, реально работающими в действительности правовые нормы. Существует несколько форм реализации права, несколько вариантов, как мы можем с вами реализовать, воплотить в жизнь правовые нормы. Соблюдение, исполнение, использование и применение правовых норм. Давайте познакомимся с каждой из форм поподробнее. Соблюдение правовых норм – это преимущественно пассивное поведение субъектов, состоящее в обязанности их воздержания от свершения социально вредных действий, запрещенных правом. То есть самое важное, что здесь необходимо запомнить, первое, то что соблюдение – это в основном пассивное поведение, то есть нам не нужно совершать какие-либо поступки, наоборот, нужно воздерживаться от их свершения. И состоит оно в том, что субъект воздерживается от свершения противоправных действий. Установление такого рода запрета на противоправные действия связано с возможностью причинения вреда интересам личности, общества или же государства. В этой форме, соответственно, у нас реализуются запрещающие нормы. Следующая форма реализации права – это исполнение. Исполнение предполагает активное действие и заключается оно в выполнении субъектом возложенных на него обязанностей. Данная форма отличается персонификацией, повышенной императивностью официально закрепленных предписаний, которые выполняются под страхом наказания за их невыполнение. Персонификация означает то, что исполнение, несмотря на то, что у нас законы относятся, в принципе, ко всем гражданам, ко всем людям, проживающим на территории данной страны, несмотря на это, персонификация означает, что исполнять закон, исполнять правовую норму должно каждое конкретное отдельно взятое лицо, каждый гражданин. Допустим, на каждом мужчине, достигшем возраста 18 лет и являющемся гражданином Российской Федерации, лежит, прошу прощения, обязанности исполнить воинский долг перед Родиной или же пройти гражданскую альтернативную службу. Соответственно, страх наказания за невыполнение правовых норм – это санкция, дисциплинарная, уголовно-правовая, гражданско-правовая и так далее. Императивность означает как бы приказной тон нормы. Соответственно, в данной форме у нас реализуются обязывающие нормы права. Следующая форма реализации права – это использование. Использование может происходить как в пассивной, так и в активной форме, и заключается оно в добровольном и последовательном осуществлении субъектами, принадлежащих им субъективных прав. То есть, соответственно, что здесь самое важное – субъект сам решает, пользоваться или не пользоваться своим правом, осуществлять или не осуществлять свою правовую возможность. То есть реализация права в таком варианте происходит только по желанию самого субъекта, который, опять же, повторюсь, может воспользоваться, а может и не воспользоваться своим субъективным правом. И, соответственно, в данной форме у нас реализуются управомочивающие, прошу прощения, нормы. Далее заключительная форма, специфическая форма реализации права – это применение права или правоприменение. Правоприменение – это государственно-властная творческая деятельность компетентных органов лиц и уполномоченных должностных лиц, а также уполномоченных должностных организаций по реализации правовых норм относительно конкретных жизненных случаев путем вынесения индивидуально конкретных правовых предписаний. Более подробно мы с вами разберем далее, скажем так, акцентируя внимание на признаках данной формы реализации права. Но самое важное, что стоит запомнить на данный момент, то, что правоприменение, по сути, сочетает в себе и соблюдение, и использование, и исполнение правовых предписаний. Характеристикам правоприменения как формы реализации права относятся следующие. Первое – это то, что это властная деятельность компетентно-государственных органов, их должностных лиц и уполномоченных общественных организаций. То есть применять право у нас могут только те, кто специально уполномочен на это тем же правом, тем же законом. Далее то, что правоприменение как форма характеризуется индивидуализацией правовых предписаний относительно конкретного субъекта в конкретной ситуации. То есть право мы применяем, не мы, а уполномоченные на то органы, применяют относительно конкретного человека, относительно конкретной ситуации. То есть, допустим, по поводу регистрации конкретного участка, по поводу определения кадастровой стоимости конкретного участка земельного, по конкретному обращению конкретного гражданина в конкретный период времени. Правоприменение как форма реализации права имеет творческий и организующий характер. Однако, что касается творчества, здесь нужно понимать, что оно происходит сугубо в рамках закона. То есть это скорее не творчество в общепринятом понимании, а творчество в смысле возможности вариативности выбора поведения властного субъекта в рамках предоставленных им законом. И, соответственно, следующий признак правоприменения – это как раз осуществление его в специально установленных законопроцессуальных формах и рамках. И, наконец, как конечный признак правоприменения как форма реализации права – это то, что оно завершается вынесением актов применения права. То есть если во всех других вариантах формах реализации права у нас может не быть какого-либо определенного акта, скорее всего у нас будет просто какое-то достижение общественно-полезной цели, общественно-полезного результата или же личностно-полезного результата, допустим, при использовании права, то в правоприменение у нас обязательно будет вынесен какой-либо акт правоприменения, акт применения права, чаще всего индивидуально определенный. На этом мы с вами заканчиваем изучение форм реализации права. Я вас очень попрошу, пожалуйста, постарайтесь их выучить. Вам это очень пригодится для вашего написания олимпиад и для ваших дальнейших экзаменов. А пока спасибо за внимание и до встречи!